Ну что, любовная тематика. Прочитаю вам. У меня была одна Анечка из Вероны, но мы с ней до сих пор дружим. Она меня просила, чтобы я ей посвятил что-то. Я ей посвятил, ей очень понравилось. Кстати, Анечка очень симпатичная. Когда мы с ней познакомились, она такая молодая, красивая, невинная. И это будет очень приятно, когда она узнает, что я еще и прочитал это. Вот она любит это дело. Ну, а какой женщине или девочке не нравится, когда ей посвящают стихи? Правильно? Поехали. Как бабочка, лечу я на огонь, огонь любви, что душу пожирает. Он жжет, он душит, он всегда со мной, не вырваться. Он всюду настигает. Что толку? От себя мне не уйти. И днем, и ночью ты всегда со мной. Да, не объят я пламенем любви. Я, очевидно, сексуальный бомж. И это мой удел. Страдание дрожь, когда я впитываю боль от слов твоих. Я знаю, ты не любишь. Но не играй с огнем. Себя ты губишь, когда такую исполняешь роль. Меня пронзает боль, когда ты полуголая лежишь. И грудь красивую ласкаешь твою ладонью. О чем-то думаешь. И все молчишь, молчишь, недосягаемо своей нематой. Разбито сердце на куски. Их не собрать, не склеить снова. Погас огонь твоей любви. И не вернешь уже былого. Я вижу это по глазам. В них нет огня. Они погасли. Твои жемчужины глаза мне говорят об этом ясно. И стерло с нить, что так тонка. Любовь слетела с пьедестала. Но почему тогда, пока, еще с тобой мы не расстались? А сердце то сожмется все в комок. То бьется ровно, как часы на стенке. Но знаю я, настанет свой черед. И упадет оно, как сломанный росток зеленой ветки. Так грустно не надо, как я. Это уже пройденный этап. Но на тот момент, вот так, как говорится, такое вдохновение было. Но сейчас я уже бы так бы не написал. Я вас всех обнимаю. Спасибо.